В России будет наращиваться потенциал педагогических вузов, университетов, научных центров. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии открытия года педагога и наставника. Здравствуйте, таковы итоги недели. Программу откроем этой темой. Также сегодня вы увидите. Привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи. Будущее в их руках. Какие задачи поставил Путин в год педагога и наставника? То, что сегодня изобрели, завтра должно быть уже везде. Главные создатели технической цивилизации. Как инженеры меняют представление о комфорте и науке. Метеорологическая весна не совпадает с весной такой вот календарной, обывательской. Прогноз на сезон. Какой погодой нас встречает весна? Оглушение скважин – это технологический процесс. Помощь нефтяникам. Какая разработка глушит скважины и для чего это нужно? Год педагога и наставника, который отмечается в России, официально открыт президентом страны. Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия и обратился к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника». Глава страны перечислил основные вопросы, которые так волнуют педагогическое сообщество. Это социальный статус, улучшение условий труда, преподавание общественно значимых дисциплин, наставничество, техническое состояние учреждений образования, развитие. Президент подчеркнул, что все эти темы будут предметом обсуждения в течение всего 2023 года. По словам Путина, открытие года педагога и наставника призвано включить в повестку дня все заявленные вопросы и решать их во взаимодействии с участниками программы. Конечно, задача, смысл проведения года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи нашему будущему. Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижение всей страны. Президент выразил благодарность педагогическому сообществу и наставникам за учеников, за неизменную веру в Россию. По его словам, развитие суверенной системы образования в России будет продолжено. Все планы по строительству и капитальному ремонту школ, оснащению их современным оборудованием обязательно будут реализованы, заверил президент. Открытие года педагога и наставника в России поддержало и российское общество знания. В десяти городах страны прошел масштабный просветительский марафон наставников. Казанский федеральный университет также присоединился к марафону. Здесь, в Казани, он прошел в мультимедийной студии общества знания, расположенной на базе КФУ. Серию встреч открыла интервью с заместителем премьер-министра Татарстана Лейлой Фазлеевой. Инженерия – способ изменения мира. Утверждал американский психолог Эрик Берн. Всемирный день инженерии отмечают на этой неделе 4 марта. Праздник это совсем еще молодой. Его отмечают лишь третий год. Профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной Федерации инженерных организаций. Это дань уважения к работе специалистов. Ведь инженеры – это люди, которые меняют и развивают человечество, улучшают быт и повышают качество жизни людей. Изобретение, разработка, создание, внедрение, улучшение – вот чем живут люди этой профессии. Инженерное дело тесно переплетается с наукой, фундаментальными дисциплинами, прикладными исследованиями. Поэтому День инженерии – это праздник технической мысли и действия. В Казанском федеральном университете подготовка инженеров ведется во многих институтах, связанных с техническими специальностями. Но особо мы сегодня хотим выделить инженерный институт. Именно его сотрудники, преподаватели, ученые выполняют очень важную миссию – готовить людей, которые смогут перевернуть весь мир. Главное – найти точку опоры. И она у них есть. Эльвина Минобуддинова убедилась в этом. Здесь у нас представлен сам процесс сканирования. Слева мы видим видео с камер, две камеры, которые как раз-таки создают эту трехмерную модель. А справа представлена уже полученная 3D-модель. Создать 3D-модели любой формы и из реальных изделий – вот на что способен 3D-сканер. Не отличить от оригинала. Аналог имеет такие же свойства и параметры. Область сканирования почти неограничена. Сканировать можно изделия больше 50 сантиметров. Машины, например, в том числе. Занимается 3D-сканированием внутри института Ильнар Кашапов. Он ассистент кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями, а также аспирант. Одно из главных направлений инженера сегодня – технология аддитивной 3D-печати металлическим порошком. Я получаю порошки с помощью ультразвукового метода распыления, с помощью плазмами ультразвукового метода распыления. Эти разработки направлены на то, чтобы создавать порошок, который будет использоваться для создания изделий, металлических изделий, которые будут применяться в авиации, в ракетно-космической индустрии и так далее. Машинное строение также будет применяться. Ильнар Кашапов сегодня работает над проектом внутри стартапа. Технология ультразвукового получения металлических порошков позволяет более точно создавать изделия. Она активно внедряется в разные сферы, в том числе используется в энергетической промышленности. Сегодня в Дубае строится завод, где аддитивная технология печати будет использоваться для создания ракет. И здесь необходимы порошки. А вот Сергей Мякишев является ведущим инженером отдела по ремонту медицинской техники. По словам Сергея, сегодня для решения проблемы импортозамещения необходимо заменять некоторые детали рентгеновских аппаратов. Без отечественных разработок здесь не обойтись. Перед нами лежит рентгеновская трубка. Одна из самых распространенных трубок – это Тошиба 7252Х. Наша задача в плане импортозамещения – разработать такую трубку. По техническим характеристикам будет лучше, чем импортный аналог. Так говорит инженер. Предлагается нашей разработкой улучшить параметры вот этой рентгеновской трубки полуторакратно. Для этого есть материалы, все у нас есть расчеты, есть опыт. Импортное изделие имеет ограниченный ресурсный запас по прочности и мощности. Разработка инженера будет способна выдерживать высокую температуру нагрева, обладать большей устойчивостью в работе и, главное, будет создано полностью из отечественных комплектующих. Вот у нас есть вот такая емкость с пробирками. Она помещается внутрь, закручивается и в таком виде транспортируется. Илья Гордиенко – магистрант второго года обучения. Вместе с научным руководителем и аспирантом они разработали термоконтейнер. Установка предназначена для транспортировки биоматериалов. Запрос на разработку поступил от медсанчасти КФУ. К устройству также планируется дисплей. Сейчас он на стадии сборки. Некоторые виды биоматериалов должны транспортироваться при температуре тела. Например, ликвор. И, соответственно, его устройство в том, что внутри есть спираль накаливания, которая разогревает внутреннее пространство ровно до температуры тела, то есть 36,6 градусов. Был проведен патентный поиск, в результате чего ни одного аналога устройства не было обнаружено. За инженерии, настоящее и будущее. Тому подтверждение работы инженерного института КФУ. Основан был институт в 2012 году. А вот первый набор студентов прошел ровно 10 лет назад. Сегодня здесь обучается 386 человек. Вот уже на протяжении 10 лет в инженерном институте мы ведем подготовку высококвалифицированных кадров. В основу образовательного процесса заложен принцип изучения фундаментальных основ инженерии. Мы реализуем многоуровневую систему подготовки. Такие направления, как управление качеством, в рамках которого студенты изучают стандарты качества, международные стандарты качества, аудит, оценку. Следующее направление – это управление роботизированными производственными системами. Здесь основной акцент в образовании делается на проектировании и программировании промышленной и антропоморфной робототехники. По программам магистратуры в институте реализуется порядка 8 направлений. Здесь осуществляются такие магистрские программы, как метрология и сертификация, интеллектуальная собственность и робототехника. А основной концепцией инженерного института является роботизированная и аддитивная технология в биомедицине. И в этой области институт может похвастаться своим немалым количеством разработок. Дина Нигмедзянова и Энтви Боаскиако-Вильямс-Агей – студенты второго курса магистратуры. В рамках научного кружка они придумали стартап. Изготовили балки с покрытием для стоматологических протезов. В исследовании используется эта установка. Она была разработана на базе инженерного института. Мы сначала вытачиваем балки на станке, и затем мы привезем их сюда для создания на них специального покрытия. Мы используем эту установку. Она была разработана на базе инженерного института. Блок управления, где фиксируется плотность стока, напряжение и температура электролита. Вот здесь у нас электроды, к которым крепятся балки. Студенты подали заявку на конкурс студенческих стартапов и выиграли для реализации проекта 1 миллион рублей. Сейчас мы ждем первый транш. И пока что мы научились на фрезерном станке делать заготовки будущих металлических частей протеза. Металлическая часть – это такая балка, которая крепится на голую десну винтами, имплантатами. Дальше мы будем наносить на нее покрытие. Это покрытие функциональное. Оно и защищает от трения, то есть протез слушать дольше. И оно является такой эстетической частью. Позволяет сделать так, чтобы балка темная, титановая, не просвечивала через протез. В дальнейшем студенты планируют сделать заготовки для зубов. Адитивная технология – то, что Казанский университет внедрил в образовательный процесс одним из первых. А помимо обучения, направление активно реализовывалось в разработках. Одним из важнейших исследований сегодня является создание насадочной хронологической колонки. Разработка стала победителем в конкурсе по государственному заданию. Обычно получение патента занимает минимум год. Но данный проект получил положительный отклик всего за полтора месяца. Проблема весьма актуальна в России. По словам заведующего лаборатории Рамиля Кашапова, производства таких колонок нет. В Российской Федерации, к сожалению, не производят таких колонок. Они используются в жидкостной хроматографии для контроля лекарственных средств при их производстве. Ну, также в медицине для исследования и анализов. Сама колонка, она стоит из такой вот, представляете себе, металлическую трубку, которая внутри наполнена специальным белым сорбентом. Этот сорбент как раз является тем самым функциональным веществом, которое задерживает исследуемое вещество на разное время. И на выходе уже в детекторе, в самом хроматографии, мы видим разные пики в разное время. И уже можем детектировать наличие вещества, которые исследуются. Так вот, моя задача – это сделать сам сорбент, технологию его производства, и сам корпус колонки. Принцип промилля Кашапова в создании данного сорбента кардинально отличается от существующих методов. Именно в плазме мы хотим получать эти специальные сферические частицы размером до 10 микрон, имеющие свою определенную пористость, которые и будут уже являться этим сорбентом, и будут эффективно работать. Данный способ должен быть намного проще и намного производительнее, что, в принципе, позволит нам удешевить сами сорбенты, ну и, конечно, обезопасить нашу страну с точки зрения стратегической безопасности. На кафедре биомедицинской инженерии и управления инновациями ежегодно выпускается около 8-10 патентов. И многие разработки нацелены далеко в будущее. До начала пандемии ковид лаборатория инженерного института совместно с индустриальными партнерами занималась разработкой зондов. В 2019 году до начала ковида они принесли нам итальянский образец фермы Капан Зонда. Он по качеству намного лучше российских и китайских производителей. Это связано с тем, что он забирает намного эффективно микрофлору из носа, с места взятия пробы, и эффективно ее отдает уже в питательную среду. Мы полностью сделали аналог, усовершенствовали, сделали специальную обработку, сделали технологию производства, получили опытные образцы. Потом они это зарегистрировали в розыгрых, надзоре, открыли производство. И во время ковида, в принципе, данными зондами, уже наша республика была оснащена. И, конечно же, они вышли на российский рынок. Воплощение фундаментальных исследований в производство – такой принцип работы инженерного института. Главное, чем руководствуется институт – качество. Здесь этому уделяют особое внимание. Существует отдельный кафедр управления качества и программы подготовки. На сегодняшний день можно привести такой пример, что есть производитель продукции, есть потребитель продукции, и вот специалисты по управлению качеством, они находятся посередине. То есть наши студенты, наши выпускники, инженеры, они оценивают качество продукции, оценивают качество оказания услуги, проводят метрологическую экспертизу, документации. И надо отметить, что на сегодняшний день на любом предприятии промышленном, в любой организации присутствует служба качества. Системы и стандарты качества активно разрабатываются и применяются кафедры в области приборостроения и автомобилестроения. Преподаватели и студенты занимаются разработкой технических регламентов продукции, являются экспертами в этой области, занимают первые и призовые места в республиканских олимпиадах качества, а выпускники представляют свои дипломные работы в конкурсе на 100 лучших товаров республики и ежегодно занимают призовые места. Инженерный институт – это как целостный организм, потому что мы занимаемся здесь материаловедением, допустим, аддитивными технологиями, плазменными технологиями, еще медицинскими технологиями. Но все это связано одним, что у нас есть однозначно управление качеством, метрология, сертификаты. Все фундаментальные исследования, которые ведутся в университете, как можно быстрее доводить до производства, до потребителя. То есть в этом-то и современные условия отличаются от других. То есть уже у нас нет времени. То, что сегодня изобрели, завтра должно быть уже в изделии. Как много зависят от преподавателей. И в этом вопросе инженерный институт не отстает и отличается своим талантливым профессорско-преподавательским составом, в их числе специалисты практики, что работают в ведущих научно-исследовательских институтах города и республики, а также являются заслуженными деятелями страны. Сегодня инженерный институт КФУ ведет сотрудничество со многими университетами России, в их числе Санкт-Петербургский политехнический университет, военмех и университет имени Баумана. Первой и главной миссией института была и остается реализация фундаментальных исследований производства. Эльвина Минобудинова, Ленар Гизатулин, КФУ «Итоги недели». Вот теперь метель, мороз. За несколько дней начала весны мы прочувствовали все капризы погоды. Началась календарная весна. Мы так ее ждали. Но живем пока в условиях зимней погоды. Но наши мысли уже витают в теплом небе. В голове щебечут птицы, в душе цветы расцвели. Так какой будет весна? И есть ли прогноз на предстоящее лето? О погодных сюрпризах сегодня мы побеседуем с доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимуром Алхадеевым. Здравствуйте, Тимур Инатович. Здравствуйте. У нас уже наступила календарная весна. Правда, на улице, по-моему, уже каждый день на протяжении всей этой недели идет снег. В чем дело? Ну, нельзя сказать, что к нам весна пришла там преждевременно. Кроме того, метеорологическая весна не совпадает с весной такой вот календарной, обывательской. А так метеорологи весной называют, началом весны называют дату устойчивого перехода через нулевую отметку. И март, по метеорологическим представлениям, месяц все-таки зимний. Так как в марте среднесуточная температура ниже нулевой отметки, среднемесячная, составляет минус 3,3 градуса. Таким образом, за окном сейчас стандартная погода, стандартная для первой декады марта. А такое количество осадков с чем связано? Ну, количество осадков пока не очень большое, так как это всего лишь первый циклон, который пришел, принес к нам осадки. И таких циклонов в этом марте будет достаточно, так как в переходные сезоны года это является стандартным явлением, такая изменчивость барических образований. А в дальнейшем какие прогнозы, какая погода нас ждет в конце марта, начале апреля? Ну, март уже показал, что он начался с аномального тепла. И согласно долгосрочному прогнозу, март в нашей полосе прогнозируется близким к климатической норме по температурному режиму. Также он прогнозируется близким или даже чуть выше климатической нормы по количеству осадков. И тут важно понимать норму. Так, мартовская норма температуры составляет минус 3,3 градуса, а по осадкам это примерно 37 миллиметров. В то же время важно отметить, что даже если осадков будет в избытке, то это несколько компенсирует тот дефицит осадков, который мы получали в январе и феврале. Ну и когда уже наступит настоящее тепло? Я так понимаю, в мае? Не совсем. Дело в том, что если говорить про приход весны, то есть про переход температуры через нулевую отметку, то важно отметить, что в нашей полосе это происходит, как правило, в последних числах марта и первых числах апреля. Конечно, история знает случаи, когда это происходило очень рано. То есть были годы, когда весна приходила 25 февраля, но и были годы, когда приходила в конце апреля. А есть предпосылки полагать, что в этом году весна придет в близкие к климатической норме даты. То есть в самом конце марта. Ну и в завершение. Понятно, что речь пойдет о долгосрочном прогнозе, но все-таки каким ожидается лето? Потому что вот в народных суевериях есть там разные суеверия, что если зима была холодной, лето значит будет теплым. В этом году какие у вас прогнозы? Конечно, пока говорить об этом рано, в то же время имеет смысл опровергнуть вот марта, например, как предиктор, как предсказатель лета. Такой зависимости, к сожалению, нет. Однако такой прогноз на вегетационный период, на летний период, он выпускается и он обнародуется во Всемирный день метеоролога 23 марта. Таким образом, 23 марта мы сообщим более-менее определенно, каким же будет лето. Большое спасибо за интересную беседу. Ну и с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Как эффективно заглушить нефтяную скважину, придумал сотрудник Казанского федерального университета. Исследователь научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Айдар Мустафин разработал агент для глушения скважин в условиях аномально низкого пластового давления. Это процесс создания противодавления на пласт. В результате прекращается добыча. Он необходим для того, чтобы отсечь скважину от коллектора и провести ремонт. Проект уже год, как реализуется КФУ и научно-техническим центром «Газпромнефти». За эту разработку нашего ученого накрадили статуэткой за развитие науки и бизнеса. Как работает технология, узнаете далее. Берем раствор хлорида кальция, добавляем к нему нитрат кальция и получаем жидкость для глушения нефтяных скважин. Она может помочь вынести песок и предотвратить выбросы вредных веществ. Если не глушить скважину, обрушивающиеся частицы закроют тонкие каналы. Это ухудшит проницаемость породы, поэтому нефть и газ уже не смогут с легкостью проникать в скважину. Именно жидкость способна оказать давление на боковые стенки ствола скважины. Это работает точно так же, как и вода в пластиковом бассейне. Она также давит на его боковые стенки изнутри. Глушение скважин – это технологический процесс при текущем либо капитальном ремонте скважины, который необходим в том числе для условно-замены оборудования насосного. Для глушения скважин используют жидкости, которые содержат в себе различные химические реагенты. Но при проведении ремонтных работ в условиях аномально низкого пластового давления ни один из них не подходит. Традиционные жидкости только ухудшают фильтрационные свойства горной породы. Эту проблему хочет решить Айдар Мустафин. Он разрабатывает жидкость, которая не будет негативно влиять на горные породы. При аномально низком пластовом давлении происходит поглощение жидкости, и все это как раз влияет на технологию закачки. При глушении скважин важно использовать химические реагенты, которые в жидкости будут разрушаться. Иначе они несут опасность остаться в горной породе навсегда. В рамках проекта ученый рассматривает водонабухающие кальматанты. Они представляют собой целлюлозные волокна различных материалов. Кальматанты как раз совместимы с любыми системами растворов. Благодаря способности расширяться при взаимодействии с водой, они обеспечивают надежное закупоривание трещин и пор. У традиционных жидкостей есть ограничения как по температуре, так и по минерализации воды, при которых она может быть эффективно использована. Наши же реагенты как раз могут быть использованы в достаточно широком диапазоне минерализации пластовой воды, так и при высоких значениях пластовой температуры. По словам Айдара Мустафина, применение набухающих частиц может быть перспективным. Сейчас он проводит лабораторные исследования по оценке их эффективности. Ученый рассматривает возможность применения и разработки на различных месторождениях. Это скважина, где наблюдается высокая минерализация и повышенная температура. Смотрим их термическую стабильность, солистойкость, долгосрочную стабильность, то есть то, насколько они эффективно могут блокировать каналы на продвижении времени. Молодые ученые реализуют свой проект совместно с «Газпромнефтью». Они уже начали применять водонабухающие кальматанты для оглушения скважин в некоторых регионах Татарстана. Так ученые выявили высокую эффективность нефтеотдачи и дополнительный прирост полезного ископаемого. Сейчас они продолжают разрабатывать различные модификации кальматантов. Разрабатываются и исследуются различные модификации данных гелевых частиц, предназначенных как раз для выравнивания профиля приемистости, ну и в частности и для влушения скважин. В День российской науки компания «Газпромнефть» наградила Эйдара Мустафина статуэткой за развитие науки и бизнеса. По словам ученого, это не только его заслуга. Он благодарит всех коллег, которые помогали ему создавать новые реагенты. Карина Саяхова, Эльвира Замледзинова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. В ближайшее время на сайте появится расписание проведения этих экзаменов. В КФУ стартовала приемная кампания для иностранных абитуриентов. Какие новшества ждут поступающих? Указатель исторических достопримечательностей Казани – один из первых путеводителей по городу. Приглашение на историческую прогулку. Кто составил первый путеводитель показания? Новые онлайн-сервисы заработали для студентов и аспирантов КФУ. Это пять новых сервисов в разделе «Общежитие». Они доступны в личном кабинете и на сайте ВУЗа. Приложение презентовали на общеуниверситетском старостате. Среди новых разделов – центр обращений, ответственные в общежитии, уведомления, документация и уведомления о выселении. Сервисы созданы для удобства обучающихся и уменьшения времени на решение каких-либо ситуаций, бытовых вопросов. Обычно срок обработки обращений не превышает трех рабочих дней. Одним из самых востребованных сервисов является центр обращений. В этом разделе студенты могут написать предложения, пожелания, направить вопросы и жалобы. С начала тестового запуска поступило уже свыше трехсот сообщений. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, смотрите в дайджесте. Ректор КФУ встретился с главой АО «Нейротренд». Гости посетили нейромаркетинговую лабораторию «Нейролаб КФУ», которая открылась в рамках коллаборации между ВУЗом и компанией. Ленар Сафин подчеркнул необходимость междисциплинарного подхода и применения технологии лаборатории в социологии для исследования и моделирования образовательного контента, в психологии, нейролингвистике и в сфере медицины. Очень хорошо, что на сегодняшний день уже и студенты будут погружены сейчас в эту работу, тем более тут и докторанты будущие, и возможно, так сказать, и еще. Мы с ребят привлечем к этой деятельности, поэтому это очень здорово. Поэтому мы будем помогать, безусловно. Про ректору КФУ присвоено звание «Заслуженный деятель науки России». Указом президента почетного звания удостоен Денис Нургалеев. Звание присваивается видным ученым, научные труды которых получили высокую оценку и признание научной общественности России и за рубежом. Я занимался всегда тем, что мне было интересно. Мне было вот интересно, вот там, увидел я, как месторождение нефти там образуется, там, да, вот, студент когда был. Я начал изучать эту проблему там, потом взял эти образцы, нашел, померил их, нашел интересную вещь. Мне это было интересно. В КФУ стартовала приемная кампания для иностранных абитуриентов. Также начат прием заявлений от граждан России, желающих обучаться на программах магистратуры. Среди нововведений иностранным гражданам, поступающим по отдельному конкурсу, в этом году впервые можно будет сдать русский язык, как иностранный. Для иностранных граждан мы определили первую волну внутренних вступительных испытаний. Это середина мая. В ближайшее время на сайте появится расписание проведения этих экзаменов, и абитуриенты смогут ознакомиться с графиком и пройти уже внутренний вступительный в течение первой волны. Герой России Сергей Куть-Сверчков ответил на вопросы студентов КФУ. Встреча с российским космонавтом-испытателем прошла в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Он рассказал о пути к мечте и опыте космического полета. Отметим, что бортинженер космического корабля «Союз МС-17» отправился на орбиту Земли 14 октября 2020 года и провел там шесть месяцев, совершив один выход в открытый космос. Космос — это не так далеко, как кажется. Это близко, и каждый может стать частью космической программы. Каждый может поучаствовать в ней в виде специалиста, в виде ученого, инженера. Кто-то может быть станет космонавтом. Поэтому все то, что может казаться невозможным, вчера, завтра может стать же реальностью. Лучшим командиром студенческого трудового отряда в Статарстане стала студентка КФУ, командир штаба студотрядов университета Наталья Шилова. Торжественная церемония награждения победителей прошла в культурном центре Московский. Была ли победа ожидаемой, мы спросим у Натальи. Сегодня она у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Так как вы встретили новость о своей победе в конкурсе? Как это было? На тот момент я находилась в том зале, где и происходило награждение. До нас объявляли очень много номинантов, и мы все ждали, когда же, когда же будут наши номинации. И, если честно, я до последнего не верила, что я одержу победу, потому что у меня были достаточно сильные соперники. Но когда узнала, не поверила своим ушам, сначала думала, точно ли мне нужно выходить на сцену. Но потом меня друзья потолкнули, что иди, иди, и тогда я уже вышла на сцену за своей наградой. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы попали в студенческие отряды и какое направление выбрали? В студенческие отряды я попала еще в 2019 году, когда я ходила на школу вожатского мастерства, которую устраивал мой институт. И туда на одно из занятий пришел представитель студенческих отрядов, и мне очень понравилась ее энергетика, как она рассказывает про то, как они работают летом. И я решила, почему бы и нет. И тогда я вступила в студенческий педагогический отряд Сапфир, и уже летом 2019 года выехала в Краснодарский край в детский оздоровительный комплекс «Морская звезда» в качестве вожатой. Ну понятно, что вас зацепили в самом начале вот этой энергетикой, а дальше почему решили остаться, чем вас вот это все завлекло? Сначала, если честно, не понимала, почему все ходят в этих зеленых курточках и общаются с друг другом, как будто знают друг друга сто лет. Но в целом потом я втянулась в это, и понравилась, опять же повторюсь, атмосфера, то, как ребята поддерживают друг друга, и вы ощущаете себя такой маленькой семьей, где все уютно и действительно по любви. А как дальше продолжился этот путь? Как вы стали руководителем штаба студотряда? На самом деле был достаточно долгий путь, потому что после того, как я отработала свою первую целину, это третий трудовой семестр в 2019 году, в октябре меня избрали на должность методиста студенческого педагогического отряда Сапфир. Я занималась ведением документации и так далее. Затем наступил очень трудный период, это был карантин, и нам было очень тяжело готовить ребят к выезду, но все-таки мы выехали в 2020 году, и тоже у нас получилось очень классное лето, и ребятам всем понравилось. И уже по прошествии 2020 года меня избрали на руководителя педагогического направления штаба, то есть я руководила пятью отрядами, которые у нас есть в штабе, координировала их деятельность, и уже в феврале 2021 года, по стечению, так скажем, некоторых обстоятельств, я была избрана на должность командира. Это было 26 февраля 2021 года. Я как сейчас помню этот день, прям в памяти вот он у меня остался. Как день рождения, можно сказать, с наступающим вас, ребят. Спасибо. Что самым сложным казалось вам в начале этого пути? Самым сложным, скорее всего, казалось то, что я была достаточно молодая, а в командных составах отрядов были ребята, которые были опытнее меня, и мне было тяжело понять, как выстроить с ними работу, и как же коммуницировать со всеми отрядами, которых на данный момент в штабе было 12. Но все-таки все получилось, я поняла, что нужно быть не только хорошим руководителем, но и другом, и ребята начали видеть во мне действительно хорошего наставника, и работа пошла намного лучше. А что сейчас самым сложным, кажется? Или уже нет ничего сложного, я все прошла? Думаю, я все прошла, лучший командир республики, сложностей вообще не возникает. Сейчас в КФУ 13 отрядов, это более 700 бойцов. Как складывается работа с командирами и бойцами? На самом деле наша деятельность достаточно проста. Вот структура, как мы устраиваем нашу работу, в первую очередь мы коммуницируем с командными составами отрядов, и которые в свою очередь коммуницируют с бойцами и с кандидатами отрядов. И так вот по ступенькам у нас получается, коммуницировать получается с самими бойцами, и в целом работа идет слаженно, так как информация передается, и у нас все получается вполне хорошо. А каковы дальнейшие планы? Есть ли какие-то идеи по введению, может быть, новых направлений, да, или привлечению, опять же, новых бойцов? Самой первой ступенью, которая у нас в планах, это создание нового педагогического отряда, потому что у нас очень много желающих именно на данное направление. И нами было принято решение, чтобы создать еще один педагогический отряд. И по поводу направлений, да, у нас в планах создать, точнее, открыть медицинское направление, которое у нас будет базироваться на базе Института фундаментальной медицины и биологии. И у нас уже есть заинтересованный человек, который действительно хочет этим заниматься, и думаю, что-то из этого и получится. А с какими компаниями, объединениями работает штаб студотрядов КФУ? Нашими основными партнерами являются, конечно же, Татарстанско-региональный отделение российских студенческих отрядов и Республиканский центр студенческих трудовых отрядов. А что касаемо компаний, то мы просто сотрудничаем с работодателями, где у нас работают ребята, это объекты по всей России. И, наверное, стоит упомянуть добровольческую деятельность, так как у нас на базе нашего штаба существует социальный отряд студентов МИРАС, и с помощью него мы сотрудничаем с различными добровольческими центрами и благотворительными организациями и проводим различные мероприятия и акции. Ну и сейчас о вас. Какая ваша будущая профессия и кем вы планируете стать в будущем? На бакалавриате училась на педагогическом образовании. Наверное, вполне логично, почему я пошла и в педагогический отряд. Сейчас же я учусь на первом курсе магистратуры в Институте филологии межкультурной коммуникации и, опять же, на педагогическом образовании. У меня была практика в школе, и в целом мне очень нравится работать с детьми, как вожатой, так и учителем. И думаю, в будущем я все-таки свяжу свою профессию именно с учительством. А как оцените вот это влияние работы в студенческих отрядах и еще и учебу по специальности, да, прям этой же? Ну, думаю, мне просто очень сильно повезло, что я в первую очередь, когда шла работать в отряды, думала, поработаю вожатой, получу отличные навыки и опыт. И потом все-таки так сложилось, что, несомненно, повлияет на мое будущее, так как отряды — это в первую очередь не просто работа, но они дают все необходимые навыки для будущего. Это soft skills, hard skills. И, конечно, это огромная площадка для развития своего как управленческого, так и творческого потенциала. Большое вам спасибо. Надеемся, что весь потенциал обязательно реализуется. Спасибо. Спасибо. Против эмиграции в другую страну высказались большинство россиян. Настроение жителей страны по поводу эмиграции радикально изменилось за 30 лет. Причем снизилось и желание получить образование и найти работу за рубежом, отправить туда своих детей или внуков. Мониторинг эмиграционного настроения провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. Оказалось, что лишь каждый пятый россиянин заинтересован в получении образования и трудоустройстве детей и внуков за рубежом. И только 8% россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства за рубеж. Думая о будущем своих детей и внуков, россияне отдают предпочтение своей стране. А вот какая новость в стране и в Татарстане чаще всего была в обсуждениях пользователей, мы узнаем у моего коллеги-соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Да, так получилось, что не считая новостей с полей СВО, именно детская тема оказалась в центре панического внимания в социальных сетях. И не только. С чего вдруг в стране неожиданно разразилась паника? На сей раз в поту и замешательстве обнаружилась молодежная политика. Честно говоря, глядя на происходящее вокруг этой темы, стоит печально констатировать, политики-то вокруг молодежи никакой нет. Есть форумы, движения, ивенты, есть молодежные начальники из молодых, есть КВНы и креативные мероприятия без конца, есть бюджеты, а вот политики нет. Даже на коллегии Минмолодежи Республики как-то грустно прозвучало, что за 30 лет особо ничего не сделано, по крайней мере, в части привлечения в позитивную повестку львиной доли молодежи. А потому то тут, то там всплывают явления, которые ввергают страну в шок. Правоохранительные органы в боевую стойку, управленцев разных уровней в очередные дискуссии, СМИ и соцсети, большая часть из которых якобы контролируется, в хайпажорство. А молодежь со своими реалиями где? Об этом никто толком не вспоминает. Итак, очередная головная боль называется ЧВК Рёдан. Что же это за штука такая, которая повергла за неделю в состояние ступора страну от Москвы до самых до? Честно говоря, даже разлепить этот клубок непросто. Это якобы банда боевых фанатов аниме. Звучит уже как оксюморон, если вы знаете, что это за сообщество с цветными волосами, которые ищут, где подраться. Сложно сказать, даже организовано ли это явление, или как синим китом является очередной медиабомбой, раздутой на относительно пустом месте СМИ и сопереживающими. Но даже если ЧВК Рёдан реально существует, как некая сеть мелких ОПГ по регионам, это не снимает вопросов к управляющим молодежной политикой. В моей молодости гопники дрались с рокерами за шмот и идеалы. Потом нефиры выясняли отношения со скинами, а в нулевых были вспышки насилия между эмо и четкими пацанами. Этой проблеме в стране уже много десятков лет. Причем вместо того, чтобы пенять на сменяющиеся субкультуры, в этот раз родителям за детей не угодила, я так понимаю, японская анимация, стоило бы задать вопрос, почему этот круг насилия повторяется, как заезженная пластинка уже столько лет, при этом меняются лишь декорации, прически и фасон одежды участников. На что тратятся бюджетные миллиарды, и чем занимаются чиновники, которым вообще-то платят за то, чтобы они не доводили эту тему до плоскости сотрудников уже силовых ведомств. Впрочем, остаются вопросы и к коллегам в медиасреде. Именно она всеми своими составляющими в считанные дни разогнала самую поганую тему до уровня национального бедствия и всеобщей симпатии со стороны тех, кто себя не нашел толком в современном обществе. Вот в истории с этим ЧВК в несколько дней именно медиа и ломовая реакция на их стоны превратили драку в одном из ТЦ Москвы в национальную беду и предмет для подражания. И речь про то, что хватать и бить начали всех представителей субкультур без разбора. И не важно, кто разгонял истерию – внешние противники или свои, специально для отвлечения внимания от иных тем или случайно, по недомыслию. Важно, что все остальные живо подхватили и повелись. И хотя ситуация очень похожа на мыльный пузырь, надо признать, что в целом проблема взаимодействия с 80-90% молодежи в стране есть. И она будет по ряду объективных причин нарастать. Рецептов же работы с этими процентами нет пока никаких. Но есть и интересные моменты. Заметь ли, как парочка активных администраторов групп в социальной сети может моментально, без особых бюджетов и проволочек, безумных выездных сессий и долгосрочного планирования в виде совещаний и ивентов консолидировать на интересующей их теме большие массы самых разных, еще вчера, совсем пассивных молодых людей? Может, вот таких подключить в реализацию молодежной пока еще не совсем политики? Ну и очевидно, что их талантам сегодняшняя машина молодежных активистов противостоять не способна. А это уже несет в себе и большие риски, и опасности. Ситуация же в целом прекрасно описана целых 97 лет назад Ильфом и Петровым в своих 12 стульях. Цитирую. «Отовсюду мы слышим стоны, со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой, и те, и другие спят в своих постелях, укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Всем доброго! Самый первый путеводитель по достопримечательностям Казани написал юрист. И не просто юрист, а декан юридического факультета Казанского университета Сергей Шпилевский. Известный деятель науки, истории и юриспруденции. Этнограф-краевед, журналист, издатель. Все это был один человек. Шпилевский был инициатором создания общества археологии, истории и этнографии при университете. В этом году отмечается 190-летие со дня рождения ученого. Выпускник, медалист юридического факультета Московского университета в 1860-м приехал в Казань, где проработал 25 лет. Сергей Шпилевский был специалистом высокого уровня, новатором, за что его неоднократно отмечали. Он вел активную просветительскую и издательскую деятельность, был редактором неофициальной части Казанских губернских ведомостей и газет «Справочный листок Казани» и «Камско-Волжское слово». Университетом был сохранен комплекс уникальных документов, связанных с казанским этапом жизни ученого. Часть из них была передана в Государственный архив Татарстана, а часть осталась в отделе рукописей и редких книг. Амир Ахтямов ознакомился с первым путеводителем по Казани. Указатель исторических достопримечательностей Казани – один из первых путеводителей по городу. Интересно, что это произведение написал ученый Казанского университета. В 1873 году профессор Казанского императорского университета Сергей Шпилевский представил своим коллегам указатель исторических достопримечательностей Казани. Это один из первых путеводителей по городу. В нем были отмечены памятники средневековой Казани, религиозные объекты, театры, учебные учреждения и памятные места окрестностей. Автор затрагивал и историю города. Некоторые отрывки отражают уровень знаний той эпохи о древнем прошлом Казани. Одни приписывают основание ее Батыю, другие же относят ко времени после нашествия Тамерлана. Автор, путеводитель, указатель исторических достопримечательностей Казани затрагивал и историю города. Некоторые отрывки отражают уровень знаний той эпохи о прошлом Казани. Занималась переизданием путеводителя и научной библиотекой Николая Лобачевского. У меня в руках произведение, которое было выпущено в Казани в 1873 году в университетской типографии. Также на ней изображена дарственная надпись. На ней написано «Его превосходительство Василию Марковичу Флоринскому». Во всяком случае, Казань появляется после разгрома татарами Волжско-Камского царства Болгар, которое до того существовало уже несколько веков. Было знаменито свою торговлю и должно было уступить свое место Казанскому царству татар. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. С началом весны. Пусть она для каждого из вас будет легкой. Подарит как можно больше приятных эмоций и моментов. Всего доброго. Встретимся через неделю.